Издательство Бомбора. Океан книг. Татьяна Мужицкая. Роман с самим собой. Читает автор. Ну, то есть я. Ну, то есть как читает? Честно говоря, я гораздо больше люблю общаться и разговаривать с живыми людьми, чем читать книги. Ну, простите меня за это. Поэтому книгу я, конечно, написала, но читать я ее буду вам очень, так это, вольно гуляя по тексту, вставляя какие-то отдельные иногда свои впечатления, комментируя эмоции, иногда добавляя анекдотов, листежков, пирожков, иногда уходя от текста вбок, вспоминая какие-то еще примеры, потому что, в отличие от печатной книги, здесь меня никто не ограничивает количеством знаков. Так что, в каком-то смысле, дорогие слушатели, вам повезло даже больше, чем тем, кто читает обычную бумажную версию. Но, возможно, конечно, они могут себе представлять автора как-то иначе, и в этом у них преимущество. А вам придется иметь дело с реальной мной. Может быть, кто-то из вас видел мои выступления, их довольно много в интернете сейчас, и вы можете вполне себе представить мою реальную фигуру и то, что я рассказываю, но это не главное. Главное наш с вами диалог, потому что роман с самим собой будет случаться у вас. И я очень надеюсь, что я проведу вас по этому пути через главы этой книги. Мне очень хочется, чтобы наша с вами беседа действительно сложилась, была увлекательной. Иногда я буду вредной и требовательной, буду говорить, ну-ка, отложите книжку, сделайте упражнение. Нет, правда, пойдите и сделайте. Почему? Ну, потому что это же родилось на базе опыта тренинга. И мне бы не хотелось превращаться в занудного лектора, который просто рассказывает, что такое хорошо, а что такое плохо. Мне всегда гораздо интереснее, когда человек делает какие-то выводы на основе своего собственного опыта, а я просто снабжаю его неким словарем. Ну, в общем, короче, я знаю, это уже не первая далеко моя аудиокнижка, и я знаю, вы мне об этом пишете, что я сопровождаю вас на сидении машины, бегаю с вами в парке, мою с вами посуду, а иногда делаю какую-то механическую работу, например, формирую. Я знаю, что многие художники под меня рисуют или собирают какие-то коробочки или делают ещё что-то. Знаете, мне приятно. В каком-то смысле, когда я сейчас начитываю книгу, я представляю себе реальных людей, кому я это рассказываю. Со мной здесь Наиля, звукорежиссёр, которая находится в полном контакте, и когда я, например, задаю вопрос, а хотите дальше узнать? Она мне в наушнике говорит, хотим. И это означает, что у вас есть действительно возможность побыть в нашем живом диалоге. Отвечайте мне, я вам разрешаю отвечать мне вслух. Если такая идея вам кажется странной, ладно, пишите мне в социальных сетях, я вполне себе живо там присутствую, с удовольствием общаюсь со всеми, кто пишет мне. Мне правда хочется, чтобы это случилось, чтобы ваш роман с самим собой самым красивым образом развернулся через минуты и часы нашего с вами аудиообщения. Ну что, поехали? Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать. Джордж Бернард Шоу Вместо пролога Однажды я получила письмо от моей хорошей знакомой. Мы на время потеряли друг друга из виду, поэтому письмо действительно стало для меня неожиданностью. Она пишет, мы с мужем дружили со школы. Он сразу взял на себя вопрос обеспечения семьи, и я никогда не спрашивала, чем он занимается. Бизнес шел хорошо, супруг вел несколько компаний, я работала потихонечку в свое удовольствие, занималась с сыном, ну, в общем, все было замечательно. Кстати, это происходило в самом начале 90-х. Реальность сериала «Бригада», если вы себе представляете его. И вот ко мне заявляется однажды водитель мужа со словами, «Так, ни о чем не спрашивай. Мы сейчас едем за ребенком в сад. Вот ваши загранпаспорта, документы на квартиру в Эквадоре, на твое имя. Вы с сыном летите туда прямо сейчас, ближайшим рейсом. Домой мы не заезжаем, ничего брать с собой не нужно. Все необходимое купишь там, вот тебе деньги. И протягивает мне котлету иностранных купюр. На месте тебя встретит наш человек. Сидите очень тихо. Когда будет можно, с тобой выйдут на связь. Я ничего не понимаю. Очень страшно мне, конечно, но куда деваться-то? Человек проверенный, муж, видимо, в курсе, ну, все понятно. Беру деньги, документы, сына и улетаю. В аэропорту в Кито нас встречает очень плохо говорящий по-английски человек. Он отвозит меня и сына в маленький городок, довольно далеко от столицы. Заводит в один из дворов, достает связку ключей, открывая в дверь и, махнув вот, мол, живите, уходит. Ну, я в полном шоке. По-испански я не говорю. Так сложилось, что в Эквадор вообще я ничего не знаю про эту страну. Заходим, осматриваемся. Ну, такая хорошая студия, метров сорок. Есть все необходимое, хотя видно, что здесь давно никто не жил. Огромный раскладной диван, кухонный, техника, утварь, все, что нужно для комфорта, и все работает. Окно панорамное, дверь выходит на огромную патию. Туда же обращены двери еще трех квартир. В общем-то, очень уютно. Ну, я, естественно, там поплакала, сколько надо было. Ну, не сразу отошла от шока, но постепенно мы начали обживаться. Вместе с сыном выбирались за хлебом и молоком. Стали учить язык, знакомиться с соседями, изучать местность, обычаи, город. Ну, стоит напомнить, что ни телефонов, мобильных, да, ни интернета тогда еще не было. Я нашла в происходящем даже некий смысл. Занялась творчеством, подружилась с пожилым соседом. По вечерам, уложив сына спать, я выходила на патио покурить и болтала со старичком, как умела. Сперва общались на языке жестов, затем сосед подарил мне разговорник, испано-английский. Он на пальцах объяснял, что и как здесь устроено, и, в общем, помогал, чем мог. И вот спустя два месяца я заметила, что прям деда терзает вопрос, и он однажды не выдержал. «Извините меня», — сказал он, наконец, на ломаном своем английском. «У нас вообще так не принято. Ни в наших правилах лезть чужие дела. И вообще так никто никогда не делает. Простите, пожалуйста, я понимаю, что это очень-очень-очень неприлично. Но все-таки позвольте мне задать вам один вопрос». Ну, я, естественно, напряглась и приготовилась у врата изворачиваться, но тут сосед выдал. «Мне очень любопытно. Скажите, пожалуйста, а почему вы живете в кухне?» Моему недоумению не было предела. «В смысле удивилась я?» «Ну, я просто вижу, что вы никогда не зажигаете свет в комнатах и обитаете только в кухне. Я не могу понять, почему». «Я не понимаю, о чем вы. Я живу в замечательной квартире». «Ну, нет, понимаете, это кухня. Там есть еще комнаты». «Где? Ну, вам же дали ключи. Позвольте, я вам все покажу. Здесь действительно 10 лет никто не жил, и, видимо, вам просто не объяснили, что и как тут устроено». В углу кухни нашлась запертая дверь, на которую я, честно говоря, никогда не обращала внимания. Мы взяли связку ключей и открыли замок. За дверью меня ждали четыре огромные потрясающие комнаты, одна с камином. Через парадный выход я попала на другую улицу, а, значит, дверь, которой я пользовалась все это время, это был черный ход. Оказалось, что я владелец довольно дорогого, практически элитного жилья. И все это время я ведь была очень довольна своей жизнью, ну, с учетом, конечно, своеобразных условий, в которых я оказалась. Денег хватало с лихвой. Мы жили в обалденной, в общем-то, комфортной для женщины с ребенком квартире в стране с потрясающим климатом, в окружении дружелюбных соседей. И все было великолепно и просто замечательно до тех пор, пока я не выяснила, что живу я в кухне. Продолжение следует...